Наташа Мозговая Прага, по традиции, начинаем с вас. Сергей. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Сотни вооруженных чеченцев уже на протяжении полугода сражаются на востоке Украины в рядах боевиков-сепаратистов. Заместитель командира отряда «Смерть» дал интервью. Признался, многие его бойцы – бывшие офицеры российской армии. Вооруженные люди из Чечни уверены, украинский народ нуждается в их помощи для защиты, цитата, «откарателей». В этой связи они не только прибыли с оружием на Донбасс, но уже и открыли горячую телефонную линию для местного населения. Аллах! 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 Это не архивные кадры с Северного Кавказа. Видео снято в декабре под Донецком. Десятки вооруженных людей приехали сюда из Чечни около полугода назад. По их словам, они здесь, чтобы помогать местным сепаратистам воевать против киевского правительства. Этот отряд недусмысленно называется «Смерть». Заместитель командира группы с позывным «Стингер» говорит, что воевать сюда приехали ветераны чеченских войн. У нас около 300 человек, да, около 300 человек вообще по Донецкой области. Боевой опыт, естественно, имеется от 10 до 20 лет, это минимально, значит, максимально. То есть, как говорил, с 90-95 годов боевой опыт у каждого. Практически 70% спецназа, вот, с разных, естественно, структур. Практически также 70%, я скажу, имеют ранения и награды, государственные награды в том числе. Вот. Все здесь, насколько вы видите, все добровольцы. В лагере стоит несколько машин с чеченскими номерами. По словам «Стингера», его люди – бывшие военнослужащие вооруженных сил России. Сегодня мы, люди, с 2000 года являются солдатами и офицерами российской армии, российских спортсменов разных регионов. В основном ветераны боевых действий, естественно. Запад обвиняет Москву в отправке кадровых военных на юго-восток Украины. Россия неоднократно эти заявления отрицала. По словам чиновников, все, кто воюет в Донбассе – добровольцы. Бойцы отряда «Смерть» говорят, что либо раньше служили в вооруженных силах, либо сейчас, цитата, в отпуске. Чеченцы из числа сторонников независимости республики воюют против земляков по другую сторону фронта, поскольку считают Кремль совместным врагом. Как мы слышали, боевики на востоке Украины перестали скрывать свою российскую принадлежность, свое армейское прошлое и настоящее. И это при объявленной сторонами конфликта тишине на Донбассе. До эфира мы поговорили с замруководителя информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Полевым. Накануне мы показывали кадры, подчеркиваю, хорошо организованной отправки на Донбасс из Томска российских офицеров, прошедших Афганистан и Чечню. И вот сейчас кадры с чеченскими офицерами. По их признанию, они уже давно находятся в Украине. Как СНБО реагирует на факты усиления группировки боевиков в зоне АТО? Российская Федерация открыто поддерживает боевиков незаконных вооруженных формирований и разжигает огонь войны на востоке Украины. Потому что нет логичного объяснения тому, как 300 вооруженных чеченцев, боевиков, могут пересечь с оружием в руках государственную границу между Россией и Украиной. Если они воюют за деньги, то это наемничество. И это статья 359 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ситуация вторая. Это добровольцы, которые не получают за это денег и поехали в Украину защищать некие идеалы. В данном случае мы имеем дело с участием в незаконном вооруженном формировании. Согласно российским правилам, для того, чтобы выехать за предел, даже написав отпуск добровольно, сотруднику спецподразделения, нужно написать рапорт на командование. Таким образом, Российская Федерация прямо направляет своих боевиков, специально подготовленных специалистов на территорию Украины. После обнародования таких фактов, не думает ли Киев, и в частности СНБО, отказаться от новых встреч в Минске для совершенствования мирных договоренностей? Если наемники приезжают на Донбасс с территории России и этого уже не скрывают, способны ли в принципе что-то изменить подобные договоренности? Официальная позиция Киева остается неизменной. Военного выхода из сложившегося конфликта нет. Официальный Киев будет использовать любую возможность, в том числе присторонний формат встреч в Минске для мирного урегулирования данного конфликта. Между тем, Украину ждет новая волна мобилизации. Повестки будут после праздников. Как сообщил ресурсу сегодня UAE, источник в окружении президента Порошенко, все будет зависеть от итогов переговоров в Минске. Если боевики будут соблюдать режим тишины, призывать в основном будут военных в запасе. Это программа «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона, опубликованный накануне доклад Сената США о методах допроса в ЦРУ, вызвал горячие дебаты. Наташа, продолжайте. Сенатор Джон Маккейн во время Вьетнамской войны, проведший в плену пять с половиной лет и подвергавшийся пыткам, одним из немногих представителей республиканской партии приветствовал публикацию доклада о методах допроса, которые применяла ЦРУ после терактов 11 сентября 2001 года. Госекретарь Джон Керри напомнил вчера, что эти методы не используются уже пять лет, и что одной из сильных черт американской демократии является способность признавать и исправлять собственные ошибки. Подробности в нашем репортаже. Давно ожидаемый доклад носит крайне критичный характер, описывая ответную реакцию страны, ощутившей на себе удары террористов 11 сентября 2001 года. По мнению председателя Комитета Сената по разведке демократа Дайан Файнстайн, ЦРУ зашло слишком далеко. Методы усиленного допроса не привели к получению важной разведоинформации, которую нельзя было получить другими способами, как утверждала ЦРУ. Доклад также обвиняет ЦРУ в том, что эта спецслужба обманывала Белый дом и общественность по поводу происходящего в секретных тюрьмах, находившихся, например, в Польше и Румынии, в том числе методику, заключавшуюся в имитации утопления. В докладе говорится, что в отношении организатора атак 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда эта методика применялась 183 раза. Агенты ЦРУ также применяли ректальную регидратацию, кормление через прямую кишку, хотя медицинских показаний к этому не было. Другим заключенным не давали спать в течение сотен часов. Им угрожали расправы над членами семьи, а в одном случае имело место сексуальное насилие. ЦРУ признает, что ошибки имели место, однако директор ЦРУ Джон Брэннон заявил, что допросы помогли предотвратить теракты и спасти жизни людей. По его словам, они также помогли США отыскать лидера Аль-Каиды Усаму Бен Ладена, хотя составители доклада с этим не согласны. Группа бывших сотрудников ЦРУ создала сайт в поддержку работы агентства, повторив точку зрения, выраженную Джорджем Бушем-младшим, тогда президентом США. Если захваченный террорист располагает информацию о заговоре против нашей Родины, мы должны знать то, что он знает. Бывший сотрудник ЦРУ Чарльз Аллен заявил, что они делали ровно то, что были обязаны делать. Я работал в составе небольшой группы. У меня могли быть сомнения, но давление на нас и наша решимость отомстить Аль-Каиде, расколоть ее, ослабить и уничтожить были очень велики. Выступая в Сенате, бывший военнопленный сенатор и республиканец Джон Маккейн заявил, что методы ЦРУ стали пятном на чести США. Мы пошли на большие уступки, надеясь, что пытки позволят сделать нашу жизнь безопаснее. На чрезмерно большие уступки. Законодатели и представители администрации США выражали беспокойство, что публикация доклада может привести к атакам на американцев и американские объекты. В связи с этим ДИП-представительства и военные базы США ввели повышенные меры безопасности. Сегодня, 10 декабря, отмечается День прав человека. Многие эксперты и правозащитники оценивают 2014 год как крайне тяжелый. Война является главной причиной наиболее вопиющих нарушений прав человека. В результате гражданской войны в Сирии погибли сотни тысяч человек, миллионы стали беженцами. Конфликт перекинулся на соседний Ирак, где правительственные войска, умеренная позиция, боевики исландского государства и курдские ополченцы ведут борьбу за контроль над территориями. Премьер-министр Ирака попросил США направить больше авиации для расширения операций против исламского государства. В Сенате вчера прошли слушание по вопросу об утверждении применения военной силы против этой радикальной сунницкой группировки. Председатель Сенатского комитета по внешним связям Роберт Менендес. Мы должны понимать политические и военные цели этой операции и то, как мы предполагаем их достичь. И сколько времени займет операция. Я знаю, что многие воспринимают это как ограничение, но в конечном итоге американцы не будут поддерживать бесконечную войну. Они не хотят, чтобы мы десятилетиями присутствовали в Ираке. Они не хотят, чтобы разрешение на использование военной силы против ИГИЛ позволило ИГИЛ объявить джихад западным завоевателям, что увеличивает их террористические возможности повербовки сторонников, которые будут воевать с американцами. На мой взгляд, отправка войск в настоящий момент снова стала боевой в Ираке днем совка. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Том Малиновский выступил на саммите прав человека, который проходил в Вашингтоне. Малиновский упомянул о событиях в Украине и в том, что попытки российского вмешательства за пределами собственных границ свидетельствуют не столько о силе власти, сколько о том, что она, власть, ощущает в себе угрозу. Поскольку граждане наделены сейчас большими возможностями, некоторые диктатуры дают бежалость на отпор, в первую очередь нанося удары по гражданскому обществу и связям с окружающим миром. Они делают так не потому, что настолько осмелили, а потому, что чувствуют более серьезную угрозу. Я не буду рассуждать об этом в каком-то позитивном ключе. В краткосрочной перспективе это очень опасно. Это позволяет некоторым авторитарным режимам сокрушать не только тех, кто уступает против них внутри страны, но и вторгаться за пределы своих границ, чтобы не дать распространиться примеру демократии. Когда старая модель власти теряет свою легитимность, некоторые прибегают к не менее старой идее – национализму и расширению территории. Это происходит в России. Москва поддерживает конфликт в Восточной Украине, обеспечивая сепаратистов военной помощью. В ходе боевых действий погибли свыше 4000 человек. При этом были зарегистрированы многочисленные случаи похищений и пыток. Комментарий Сергея Голубка, адвоката, который специализируется на вопросах конституционной свободы. Безусловно, нарушение прав человека в Крыму происходит. Существуют формы работы российских правозащитников, которые основаны на вахтовом методе, направленные на сбор информации о нарушениях прав человека в Крыму. И, конечно, не только в Крыму, но и в восточных областях Украины это крайне важно, потому что вот тот вакуум, который там существует, правовой, он наиболее опасен с позиции нарушения прав человека. Что касается нарушений прав человека в самой России, многие эксперты и правозащитники отмечают, что в сегодняшней обстановке трудно представить российскую публикацию доклада о нарушениях прав человека подобному американскому документу о применении пыток. В России проблема пыток, слава богу, в последнее время стала предметом общественного обсуждения. Известный инцидент в Казани, ситуация с Магнитским трагическая, это все разные проявления существующего феномена пыток. И существуют некоммерческие организации в России, которые помогают жертвам пыток в том, чтобы добиться справедливости, если не на национальном уровне, то в Европейском суде по правам человека. Иногда получается на национальном уровне. Очень грустно, что две такие организации, это фонд «Общественный вердикт», московская организация, и Петербургский антидискриминационный центр «Мемориал», были признаны иностранными агентами в связи с тем, что представили свои доклады, основанные на работе на земле, в Комитет против пыток ООН, который в 2012 году рассматривал, насколько в соответствии с Конвенцией против пыток, рассматривал, насколько Россия соблюдает эту конвенцию. И за то, что они туда представили свои материалы, они были признаны иностранными агентами, потому что якобы через этот Комитет пытались повлиять на российскую политику. Хотя как тут можно на что-то влиять? Запрет пыток существует в российской Конституции, и никто не спорит с тем, что с ними нужно бороться. Никто никогда не спорил с тем, что с пытками нужно бороться. Это грустно, что некоммерческие организации сейчас оказываются в ситуации, когда им нужно выбирать слова, очень серьезно продумывать последствия каждого своего неосторожного действия, вместо того, чтобы заниматься своей прямой работой. И, безусловно, грустно, что государство не до конца понимает роль и ценность независимого гражданского сектора, независимых некоммерческих организаций в развитии страны. Соблюдение прав человека в России. Тему продолжат наши коллеги в Праге. Сергей. Музыкант Андрей Макаревич, псковский депутат Лев Шлозберг, правозащитница Светлана Ганнушкина стали лауреатами премии Московской хельсинской группы. 10 декабря, Международный день прав человека. Московская хельсинская группа – это старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций, создана в конце 70-х. Последние новости о тех, кто сегодня в России имеет точку зрения отличную от официальной у моей коллеги Екатерины Кочкиной. Андрей Макаревич получил премию в номинации «За защиту прав человека средствами культуры и искусства». В этом году музыкант подвергся критике среди сторонников позиции российских властей на Украине. Его концерты в России отменялись, а самого Макаревича обвиняли в сотрудничестве с фашистами после того, как он выступил с благотворительным концертом для беженцев с Востока Украины. Макаревич к возникшей травле относится философски. За 45 лет я бывал в подполье, бывал в тех краях, которые сейчас называются официоз. Все идет волнами, все идет кругами. Мне никогда это не было особенно интересно. Я стараюсь делать то, что я должен делать. Стараюсь делать это хорошо. Вот и все. Пока в Московском Сахаровском центре вручали премию, приуроченную ко Дню защиты прав человека, в другой части города следователи беседовали с поэтом Львом Рубинштейном. Строго говоря, первый раз был в подобном учреждении. Следственный комитет интересуется литератором в связи с делом о нецелевом расходовании средств при организации фестивалей книги в парке. Я уверен, что это следствие политически мотивировано. И я подумал, не без помощи адвоката, что любое мое показание может быть кому-то во вред. А я этого не хочу. Рубинштейн не единственный писатель, с которым следователи желают пообщаться. На беседу вызвали и Виктора Шендеровича. А Борис Акунин на своей странице в Фейсбуке сообщил, что по его московскому адресу приходили люди, называвшие себя представителями Следственного комитета. Екатерина Кочкина. Настоящее время. Из Москвы в Санкт-Петербург. Комитет солдатских матерей, правозащитная организация, существующая с 1991 года, недавно признана Минюстом иностранным агентом. И вот теперь министерство хочет привлечь комитет к ответственности за непредоставление отчетности. Шахиды Якуб. Минюст считает солдатские матери Санкт-Петербурга иностранным агентом, что само по себе является абсурдом, по словам сотрудников организации, потому что они защищают российских граждан внутри Российской Федерации. По словам юриста солдатских матерей Александра Горбачева, вместо того, чтобы защищать права граждан, организация вынуждена тратить время на защиту самую себя. Начиная с 2013 года, работа организации фактически превратилась в одну большую проверку. За эти два года, начиная с 2013, в организации прошло более 10 проверок различных государственных органов. По словам главы организации Эллы Поляковой, в России, где в вооруженных силах царит произвол и нет прозрачного рассмотрения жалоб для предотвращения суицидов и убийств в армии, следует прежде всего защищать уязвимых и больных призывников. Мы защищаем правовую систему России и нас пытаются закрыть нам рот. Ну а в этом году организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» попала в немилость еще из-за того, что подняла вопрос о гибели российских военнослужащих в Донбассе. Как часто в их организации обращаются жены или матери погибших российских военных на востоке Украины? У нас в России вот нет до сих пор в обществе ценности человеческой жизни. И она измеряется при нашей бедности какими-то деньгами. И те выплаты, которые говорят, люди должны получать за груз 200, 5 миллионов рублей, ну, наверное, это для семьи что-то стоит. Но, не знаю, мне это очень кажется некрасивым. Солдатские матери Санкт-Петербурга посылали запрос в Главный следственный комитет России с просьбой расследовать эти факты. Но комитет ответил, что не располагает сообщениями об этом. А Минобороны, сославшись на врачебную тайну, вообще отказался отвечать. Далее. Международная кампания по освобождению азербайджанской журналистки Хадиджи Исмайловой продолжается. Акции протеста прошли в Кишиневе и Тбилиси. В Кишиневе журналистка, известная своими громкими расследованиями бизнеса членов президентской семьи Алиевых, была арестована в минувшую пятницу, напомню, по обвинению в доведении до попытки самоубийства одного из своих коллег. И вот что сказала одна из участниц акции в Тбилиси в поддержку журналистки. Это просто невероятно, что всем журналистам и блогерам, арестованным в Азербайджане, власти предъявляют обвинения или в приобретении наркотиков, или в контрабанде оружия. Теперь и Хадиджу обвиняют в попытке доведения человека до самоубийства, что является полным абсурдом. Все мы и все международное сообщество хорошо знаем, что эти меры целиком и полностью связаны с их журналистской деятельностью. Тем временем белорусского журналиста Александра Олесина КГБ Республики выпустила под подписку о невыезде. Его обвиняют в сотрудничестве с иностранной спецслужбой, сообщает ресурс «Хартия-97». Обозреватели еженедельника «Белорусы и рынок» задержали по подозрению в шпионаже в кафе в центре Минска, где он обедал с неизвестным мужчиной. Настоящее время в эфире. Программу продолжит включение из Соединенных Штатов. Наташа. Юристы украинской летчицы Надежды Савченко, которая была захвачена сепаратистами в Луганской области, пытаются добиться предоставления ей статуса военнопленной. С этой целью они побывали в Вашингтоне, где в частности провели ряд встреч в Конгрессе. Савченко была вывезена в Россию. Она содержится в заключении, обвиняется в пособничестве по убийстве российских журналистов. Репортаж Натальи Леоновой. Мотивирована российская власть тем, чтобы, как ей представляется, хеджировать свои риски международного правового характера. Они собираются собрать материал процессуальный. А вот, смотрите, мы уже все укомплектовали. Мы собрали факты о преступлениях хунты киевской и так далее. Ее парамилитарных образований, карательных образований, военизированных образований по отношению к гражданам, русскоязычным и иным. Иллюзий питать не стоит. Дело Савченко в правовом поле разрешено не будет, говорят ее адвокаты. Судьба украинского пилота прямо зависит от процесса урегулирования конфликта в Украине и международного давления на Россию. Мы дело ведем не только с процессуальной точки зрения как защитники по уголовному процессу, как это формально казалось бы, было бы в свободной стране, правовом государстве и так далее. Мы оперируем и некой политической методологией. Нынешняя Россия авторитарное, персоналистское государство, очень жесткое, с отсутствующей, так сказать, цивилизованной правовой системой. Государство, в котором решения принимаются исключительно на политическом уровне, по таким делам, конечно, не по обычным, примитивным, вообще уголовным. И дело Савченко на контроле у первого лица. Надежда Савченко в крепких объятиях российской системы правосудия оказалась не одна. По этому делу она проходит не одна. Это большое, так называемое, украинское дело. Ну, его еще называют Коломойского Авакова. И у нее это только эпизод в связи с гибелью Волошиной Корнелюка. А там, на самом деле, дело огромное, гигантское. Проходит по нему масса обвиняемых. Кто-то заочно, кто-то очно. Сейчас на территории России находится три десятка солдат, вооруженных сил Украины, вот этих парамилитарных батальонов, которые также перекинуты, фактически похищены с территории Украины на территорию России. В основном, те, кто попали в плен под Золовайском. Другая тема. Одним из опасений, высказанных представителями американских властей в связи с публикацией доклада ЦРУ о пытках, было то, что страны, сотрудничавшие с Вашингтоном в борьбе с терроризмом, могут перестать это делать. В Литве скандал, эхо дебатов по отчету американского Сената. Снова обращаемся к Праге. Сергей. Да, Наташа, все так и есть. Отчет содержит не только информацию о методах допроса спецслужб, но и данные о секретных тюрьмах ЦРУ на территории некоторых стран Европы. Документ, отмечу, вызвал бурную реакцию политиков и общественных деятелей. По данным отчета, одна из таких тюрем могла быть расположена в Вильнюсе. Реагируя на эти сведения, расследование возобновила Генеральная прокуратура. Ранее Литву уже сотрясала подобную информацию, и вот сейчас новые данные из Вильнюса. Наш корреспондент Александр Зубряков. Как говорится в отчете, секретная тюрьма для особо опасных заключенных была основана вот в этом живописном местечке столицы. О присутствии такой тюрьмы впервые несколько лет назад в Литве заявили авторы парламентского расследования. Экс-председатель Комитета по национальной безопасности говорит, что руководители Литвы, скорее всего, не знали о присутствии такой тюрьмы, а транспортировка нескольких заключенных согласовывалась напрямую спецслужбами Литвы и США. Премьер Альгер Досбуткевич уже настаивает на возобновлении парламентского расследования по факту секретной тюрьмы ЦРУ. Тем не менее, министр иностранных дел Литвы не считает, что новые обстоятельства, обнародованные Сенатом, осложнят литовско-американские отношения. Администрация президента Обама неоднократно заявляла о том, что осуждает все события в тюрьме Квантанамо. Это было сделано еще пять лет назад. Поэтому наши взгляды на то, что произошло, полностью совпадают. Член парламентского комитета по национальной безопасности Анушавска считает, что обнародованные детали о присутствии секретных тюрем ЦРУ на территории Литвы и других странах Европы на руку российской пропаганде. Если мы будем сравнивать это с теми методами, которые Россия и ее армия применяла в Чечне, не Россия теперь хлопать в ладоши насчет того, что произошло в Квантанамо. По-моему, Россия должна быть рада тому, что в других странах есть демократия и парламентский контроль. Генеральная прокуратура в прошлом году отказалась на час расследования в связи с полученной новой информацией международных правозащитных организаций о секретных тюрьмах ЦРУ. Однако Литовский суд, рассмотрев соответствующую жалобу правозащитников, все же указал прокуратуре на час расследования. В Генпрокуратуре говорят, что обязательно обратят внимание и на отчет американского Сената, в котором, в частности, говорится и о том, что американцы предлагали Литве миллионную финансовую поддержку за то, чтобы она приняла на свои территории заключенных в скандальной тюрьме. Дмитрий Медведев признался, что хранит свои сбережения в рублях. Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр России призвал не торопиться менять отечественную валюту, слезть с нефтяной иглы и не исключил перемены в кабинете министров. Падение рубля Медведев объяснил резким падением цены на нефть, внешним давлением и спекуляциями на валютном рынке. В долгосрочном плане, я хотел бы сказать, очевидно, что существенное ослабление курса рубля для нашей экономики невыгодно. Более того, большинство экономистов, аналитиков сходятся в том, что в настоящий момент все-таки рубль избыточно переослаблен. Очевидно, что какая-то переоценка, она произойдет. Не знаю, будет ли это в этом месяце, через месяц, но в любом случае баланс какой-то будет достигнут. Правозащитники из Пакистана Малала Юсуфзай и из Индии Кайлаш Сати Артхи получили Нобелевскую премию мира на церемонию ВОСЛА. 17-летняя Малала стала самым юным лауреатом. Об истории премии наши коллеги прямо сейчас. Альфред Нобаль однажды заметил, если бы мне в голову приходило тысяча идей в год, и только одна из них была реализована, я бы был счастливым человеком. Дарья Куткова и Андрей Дегтярев об истории Нобелевской премии и счастливцам, чьи идеи реализовывались. Пожалуй, самая известная и престижная в мире Нобелевская премия была впервые вручена 10 октября 1901 года, в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Премии в области физики, химии, медицины, литературы и экономики вручаются королем Швеции в Стокгольме, а премия мира — председателем норвежского Нобелевского комитета ВОСЛУ. Размер денежной премии, наряду с которой лауреатам вручаются медаль с изображением Нобеля и диплом, меняется каждый год в зависимости от дохода, полученного Нобелевским фондом. С 1901 года Нобелевские премии были вручены 567 раз. Средний возраст лауреата — 59 лет. Самой молодой из них стала 17-летняя пакистанка Малала Юсуфзай, получившая премию мира в этом году. Моё послание миру — воспринимайте вызовы серьёзно и никогда не молчите. Если не остановить войну или терроризм, они охватят весь мир и затронут каждого. Четыре человека и две организации получали Нобели неоднократно. Среди них Мария Складовская-Кюри, удостойная премии за работы в области физики и химии. Её награждение привлекло внимание к роли женщин в науке. В общей сложности женщины получали Нобелевские премии 47 раз. Трудно сказать точно, на долю каких стран пришлось наибольшее количество премий. Лауреат мог родиться в одной стране и иметь гражданство в другой, а работать в третьей. Однако принято считать, что первые пять мест занимают США — 350 премий, Великобритания — 123, Германия — 105, Франция — 61 и Швеция — 29 премий. Нобелевский банкет — неотъемлемая часть церемонии. У каждого своя оригинальная тема. Банкет проходит строго по расписанию. Ровно в 19.00 почётные гости вслед за королём и королевой Швеции спускаются в голубой зал. Король идёт в паре с одной из Нобелевских лауреаток. А если таковых нет, то с женой Нобелевского лауреата по физике. Первый тост за Его Величество, второй — в память об Альфреде Нобеле. На сервировку каждого блюда уходит две минуты, а на вынос мороженого, которым традиционно заканчивается ужин, три. Ровно в 22.15 начинаются танцы, а в час 30 гости расходятся по домам. В сегодняшней программе мы много говорили о нарушениях прав человека, о том, что делает наш мир хуже. Но есть и героические, в общем, без иронии люди, которые пытаются сделать наш мир лучше. По версии журнала «Тайм» человеком года, а точнее людьми года, стали борцы с эпидемией лихорадки Эбола. Издание пишет. Каждый, кто был готов помогать жертвам Эболы, рисковал сам стать жертвой. Мир может спать по ночам, потому что группа мужчин и женщин готова бороться с эпидемией. Кстати, среди главных кандидатов на звание человека 2014 года были демонстранты в Фергюсоне, президент Иракского Курдистана Масуд Баразани, а также президент России Владимир Путин. На сегодня у нас все. Вы смотрели программу «Настоящее время», которую для вас подготовили «Голос Америки из Вашингтона» и «Радио Свобода из Праги». Не забывайте заходить на наши страницы в социальные сети и на сайт currenttime.tv. Сергей, до следующего эфира завтра. До следующего эфира. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных вещателей. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!